в районе города Краснолуч, что в Луганской области, организован женский блокпост. Променять домашнюю кухню на полевую, а каблуки и платья на камуфляж с автоматами даты дамы решили добровольно и даже прошли инструктаж у профессиональных офицеров. Виталий Калугин, о ситуации, которая вынудила женщин добавить в свой арсенал не только ум и красоту, но и настоящее боевое оружие. Корреспондент? Здравствуйте. А вам? Ой, спасибо. Красивые какие. На автотрассе из Луганска в Донецк блокпост, осмотр, проверка документов. Но вместо молчаливых и угрюмых ополченцев женщины в форме и с автоматами. Настроены решительно, судя по виду, и бронетранспортер на ходу остановят, и в перестрелку вступят без размышлений. Добрый день, дорожный досмотр. Подпишите, пожалуйста, бардачок и багажник. Молодых девушек на дежурство не берут, а если дома ребенок, не подпускают и близко. У женщин отряда городской самообороны, дети уже взрослые, заканчивают институты. Медицинский работник, экономист и преподаватель. В женском батальоне вся палитра профессий. Днем на работе, в платье и на каблуках, вечером на службе, в камуфляже и с оружием. Пока мы одеваем полегче что-нибудь на ноги, потому что это не зимнее время и не дождь. Это, конечно, берется и форма. Гресс-код армейский. По поводу маникюра особых распоряжений от командира не поступало. Лак для ногтей исключительно по желанию. Косметики, да, только без излишеств. Грим уборной не предусмотрено, туговатые зеркалами. Бой и гламур вещи несовместимые. И все же красота, когда на посту кругом дисциплина и порядок. Этот блокпост на окраине города Красный Луч выставили в апреле. Женщины сами привозили песок, засыпали в мешки, укрепляя периметр. Блиндаж получился надежным и вполне изящным. Получается, там досматривают машины, но здесь уже как оборонительный дом. Комендант блокпоста, мужественная женщина Олеся. Без ее согласия не то, что боевик нацгвардии. Суслик по полю не пробежит. Родные переживают. Как там в горячей точке? Городские жители обрывают телефон. Враг не пройдет, докладывает Олеся. Есть и порох в пороховницах, и солидный продуктовый запас. Служба идет, а обед по расписанию. Меню не хуже, чем в приличном кафе. Сегодня у нас гороховый суп с мясом. Оречная картошка с мясом, жареная рыба, яичница свеженькая, кто подойдет, сверники. Ну и в процессе, если сидят, сразу мы следующее блюдо готовим. Душевая с бочкой, туалетные принадлежности. Все как положено на своих местах. Автомат на предохранители, в магазине боевые патроны. Первый выстрел, разумеется, в воздух, а затем уже по обстоятельствам. Инструктаж с личным составом проводили кадровые офицеры. Вообще-то, по большому счету, нам нужно дома, строить детей, рожать. А мы вынуждены защищать роман. Женский блокпост будет стоять, пока городу это необходимо. Ресурс позволяет. Личный состав обучен. Есть и пулеметчики, и снайперы. И при атаке с воздуха отпор будет достойным. Здесь смогут сбить даже вертолет. Продолжение следует...